Всем привет! Меня зовут Марина, и мы на канале Russian Language Club, канале о русском языке и всё, что с ним связано. В этом видео мы с вами будем говорить о наступающем или уже наступившем Новом Годе. А именно, мы с вами поговорим про историю Нового Года в России. Интересно, что вы уже знаете, а что из этого видео для вас будет новое? Обязательно пишите, что нового вы узнали в комментариях, мне просто очень интересно. Итак, отмечать Новый Год с 31 декабря на 1 января начали с Петра Первого. Ну вот именно Пётр Первый внёс такой обычай, такую традицию или просто сказал всем так делать. До этого с принятия христианства Новый Год отмечали 1 марта. А в 1492 году, то есть в конце 15 века, новогодний праздник закрепили на дату 1 сентября. Наверное, поэтому и сейчас 1 сентября это праздник, но только праздник начала Нового Учебного Года. Но вообще тогда, до Петра Первого, летоисчисления шло по византийской системе от сотворения мира, от 508 года до нашей эры. И тогда, в первый день Нового Года в Москве, на соборной площади проходила церемония о начале Нового Лета и церковная служба, на которой присутствовал патриарх, царь, его семья и много-много знати. А вот в конце декабря 1699 года Пётр Первый издал указ о том, что Новый Год мы начинаем встречать 1 января. И он ввёл новую систему летоисчисления от рождения Христа. И 7208 год стал вдруг 1700 годом. Ах да! И ещё Пётр Первый издал указ, что Новый Год нужно отмечать, как принято в Европе. И вот так появилась традиция украшать дом и двор елью или еловыми сосновыми ветками. Кажется, эту традицию Пётр Первый взял от немцев, потому что у немцев ель – это символ жизни, даже символ вечной жизни. А вот у славян ель тогда символизировала совершенно обратное. Хвойными ветками украшали могилы. Поэтому вот эта вот традиция с елью на Новый Год её народ принимал нерадостно. Также в знак веселья Пётр Первый попросил народ поздравлять друг друга с Новым Годом. Громко, чтобы все слышали. А с первого по седьмое января зажигать огни. И главное действие планировалось проводить на Красной площади. Зажигать огни, стрелять из мушкетов и выпускать ракеты. Вот тот самый фейерверк. И вот так праздник, Новый Год, уже точно стал не церковным праздником, а светским. И первый января 1700 года Пётр Первый лично открыл начало Нового Года в Москве на Красной площади. Он запустил ракету, была пушечная стрельба и было веселье. Вот только я не уверена, что тогда было шампанское. А вот после Петра Первого вот такие вот масштабные новогодние веселья постепенно уходили. И в основном они оставались только у аристократов или у царской семьи. Наверное, только при Елизавете, дочери Петра, появилась ещё одна новая новогодняя традиция. Традиция это новогодний бал Маскарад. А вот во времена Екатерины Второй, Екатерины Великой, появилась традиция дарить друг другу подарки. И вот уже позже, в XIX веке, появились другие традиции. Шампанское, новогодняя ёлка, всевозможные ёлочные украшения и открытки. И только в 1852 году, в середине XIX века, появилась первая публичная новогодняя ёлка. И стояла она в здании Петербургского Екатеринговского вокзала. А вот уже после революции, в 1918 году, большевики перешли на западный григорианский календарь. Возникла разница между старым и новым летоисчислением. И разница эта ровно в 13 дней. Вот, кстати, так появился неофициальный старый новый год. Также большевики отменили празднование Нового года вовсе. Сказав, что это контрреволюционный, проникнутый идеей буржуазного упадничества и поповского мракобесия праздник. Вместо него ввели тогда праздник Красной вьюги. День начала мировой революции. Только, как мы знаем сейчас, этот праздник не прижился. Люди секретно, подпольно ставили ёлки и дарили подарки. И только в 1935 году Новый год вернули по инициативе такого партийного деятеля Павла Постышева. И тогда спутниками Нового года, спутниками, символами, элементами Нового года стали Дед Мороз и Снегурочка. Мандарины, новогодние ёлки. И не только новогодние ёлки, которые мы ставим дома, но и новогодние ёлки, детские праздники. Торжественная речь руководителя страны и праздничные песни. Вот так на сегодняшний день и выглядит Новый год в России. Ну, а если вдруг вы забыли, кто такой Дед Мороз, то посмотрите 10 фактов о Деде Морозе на русском языке. Вот и всё. В этом видео мы с вами посмотрели на историю Нового года в России. Эта история не короткая, у этой истории много важных моментов. И надеюсь, из этого видео вы узнали всё-таки много новых интересных фактов. Подписывайтесь на канал Russian Language Club. Давайте дружить, общаться в социальных сетях. И пока-пока, до скорой встречи!